Здравствуйте, это программа «Город С» и я Елена Чернявская. В 2020 году с участием Росреестра принято 9 федеральных законов. 2021 год также начался с новых законодательных инициатив «Квартиры и дачи». Это главные активы для миллионов граждан. Проще ли стало регистрировать право на недвижимость, когда документы о собственности на квартиру начнут выдавать в режиме онлайн? И как можно узаконить гараж? Вот на эти и другие вопросы отвечает мой сегодняшний гость, замначальника отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Самарской области Константин Сергеевич Минин. Здравствуйте. Добрый день. Давайте побеседуем. Тема очень интересная и одновременно очень актуальна для наших граждан. Вот давайте выделим, наверное, самые главные на сегодня моменты, вот о которых важно знать жителям Самарской области. Что нового в вопросах оформления недвижимости? Да, Елена, мы говорим об этом. Действительно, 2021 год, это на сегодня 23 года, исполнилось, как существует в Российской Федерации сфера регистрации прав на недвижимое имущество, сделанных с ним. Достаточно молодой институт, и очень актуально, что с 2020 года именно полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений были переданы Росреестру. И начиная с 2020 года, как раз-таки получив эти полномочия от правительства Российской Федерации, Росреестра активно занялся вопросами изменения законодательства. Все мы прекрасно помним, в 1998 год, когда создавалось учреждение юстиции по регистрации прав, что не было никаких информационных технологий. Свидетельства печатались буквально от руки на листочках. Вот их называют, да, сейчас свидетельства старого образца, о которых вы говорите, да? Это еще даже раньше были свидетельства старого образца земельного комитета. Но постепенно жизнь менялась, оборот недвижимости тоже менялся, законодательство в этой сфере тоже активно изменялось. На сегодняшний день мы имеем уже третий по счету закон, который регулирует эти отношения. И все ведет к тому, что все процессы, они максимально оптимизируются, делаются проще для граждан, сокращаются возможные административные барьеры, упрощаются процедуры, сокращается количество документов, развивается именно информационная составляющая всего этого процесса. И те законодательные инициативы, и те законы, которые были приняты Росреестром в 2020 году и планируются к принятию в 2021 году, они как раз-таки направлены на совершенствование всей этой сферы. И вот уже вы правильно подметили, в 2020 году было принято 9 федеральных законов при непосредственном участии Росреестра. Самый, наверное, такой закон, который у всех на слуху, это закон о продлении так называемой дачной амнистии. Продлен он до марта 1926 года. И здесь необходимо отметить, что 404 федеральный закон, который вступил в декабре 2020 года, он не только продлил срок применения положения закона о дачной амнистии, но и расширил сферу его действия. Если раньше к его сфере действия относились только садовые дома на садовых, огородных, земельных участках, то с декабря прошлого года под его сферу деятельности попали жилые дома, построенные на земельных участках в пределах населенного пункта с разрешенным использованием под индивидуальное жилищное строительство и под личные подсобные хозяйства. То есть эти объекты также попали под положение закона о дачной амнистии. И в закон о регистрации недвижимости тоже были внесены изменения, согласно которым регистрация, установка на кадастры учета регистрации прав на указанные жилые дома осуществляется на основании технического плана и документов, подтверждающих права на земельный участок. При этом необходимо отметить то, что вот это положение о так называемой дачной амнистии, оно распространяется в отношении жилых домов, отвечающие признаки объекта индивидуального жилищного строительства, установленного градостроительным кодексом. Вот, кстати, давайте об этом мы поговорим поподробнее. Как раз внесены изменения в федеральный закон, где теперь не только дольщик может выдавать документы на участие и регистрацию договора и участие в долевом строительстве, расскажите, пожалуйста, поподробнее, кто еще может обратиться в Росреест, и теперь в какой срок будут регистрироваться как раз в ДДУ? Ну, здесь, наверное, правильно все-таки завершить наш разговор по поводу объектов ИЖС, продачной амнистии, и плавно мы перейдем к объектам нового строительства, которые регистрируются в порядке долевого участия. Да, если мы с вами говорим про объекты индивидуального жилищного строительства, то, как я уже сказал, градостроительный кодекс определяет в качестве объекта ИЖС отдельно стоящий жилой дом, пригодный для проживания, состоящий не более чем из трех этажей, высотой не более 20 метров, с подсобными, с помогательными помещениями, которые используются для проживания, и не подлежащий разделу на самостоятельные объекты недвижимости. Вот когда законодатель определил эти критерии объекта ИЖС, это существенным образом повлияло на весь этот рынок, и, по сути, поставило запрет на возникновение так называемых высоток на шестисотках, каких-то иных объектов, которые пытались нерадивые, так скажем, собственники... То есть такие случаи имели место быть, да? Ну, естественно, да, об этом во многих газетах и в средствах массовой информации говорилось, но как только закон наш, градостроительный кодекс, определил критерии такого объекта, здесь уже порядок в этой сфере был наведен. И здесь как раз-таки есть смысл еще сказать о так называемой дачной амнистии 2.0, которые Росреестром в этом году внесены были из законопроекта в правительство, и здесь какие его принципиальные отличия от предыдущей, так скажем, дачной амнистии. Первое, что было сделано, это, по сути, законопроект, который концентрирует в себе тот опыт, который был накоплен с 2006 года и принципиально изменяет подходы, которые были заложены в этом законе. Назовите их, пожалуйста. Да, первое, о чем нужно сказать, то, что, в принципе, этот закон говорит о том, что те ранее возникшие права, которые были угрожены, это право по жизни наследного владения, право постоянного бессрочного пользования, их не нужно бежать и переоформлять на право собственности. Положение законопроекта предусматривает, что их переоформление произойдет в силу прямого указания закона, без непосредственной подачи заявлений и каких-либо иных действий со стороны собственника. А это, как следствие, позволит ему уже распоряжаться таким объектом, который находится на праве по жизни наследного владения, покупать, вовлекать его иным образом в гражданский оборот. Приведите пример, пожалуйста, Кстанин Сергеевич. Это так называемые наши, как мы уже говорили в начале, старые свидетельства старого образца на землю, в которых земельный участок был предоставлен на праве по жизни наследного владения. На сегодняшний день законодательство построено таким образом, что право по жизни наследного владения ограничивает собственника возможности распоряжения таким земельным участком иным образом, кроме как передачи по наследству. То есть ты не можешь его ни продать, ни подарить, ни заложить в банк. Как только эти изменения закона вступят в силу... А планируется вступить когда? Можете назвать какие-то хотя бы примеры? Пока конкретных сроков нет. Он как проект пока внесен на общественное обсуждение, но с учетом сроков, поставленных правительством, я думаю, это временные рамки 2021 года. До конца 2021 года. То есть в осеннюю сессию, я думаю, Госдума уже его рассмотрит и даст свое заключение. Так вот, право по жизни наследного владения, оно, как я сказал, не предполагает отчуждение ниным образом как передачи по наследству. Поэтому на сегодняшний день собственник ограничен в его распоряжении. Но как только вступит в силу положение этого законопроекта, ему не нужно будет обращаться отдельно за регистрацией права собственности в порядке дачной амнистии. Его переоформление не произойдет в силу закона, без его каких-либо активных действий со стороны собственных такого земельного участка. Второе, в чем существенная еще принципиальная инновация этого законопроекта, в том, что на сегодняшний день у граждан путаются в двух порядках, предусмотренных дачной амнистией. Напомню, что существует два порядка. Декларативный и уведомительный порядок регистрации на объекты, созданные на земельных участках в порядке дачной амнистии. И здесь как раз-таки положение закона о дачной амнистии вносит некоторую неразбериху, и у граждан появляется сомнение, когда им нужно направлять уведомления в органы местного самоправления, а когда не нужно направлять. Тем более, проанализировав весь этот процесс, Росреестр однозначно пришел к выводу, что уведомительный порядок – это длительная процедура. Она растянута на четыре этапа, четыре документа, которые нужно получить с разрывом во времени. И законопроектам предполагается отказаться от этого уведомительного порядка и оставить только один декларативный порядок обращения за оформлением на созданное объекты недвижимости. Декларативный означает то, что нужно заполнять какую-то специальную декларацию и отправлять уже? Да, это подразумевает декларацию, подписанную самим собственником, потому что он является собственником такого-то объекта с такими-то характеристиками. И этот документ, он подписывается, и достоверно за все внесенные в него сведения возлагаются на самого заявителя. В каком случае нужно составлять тогда эту декларацию? Это в тех случаях, когда необходимо поставить объект на кадастровый учет и провести регистрацию прав на него. То есть при покупке нового такого объекта? Нет, если вы являетесь собственником объекта, права на которые у вас до сегодняшнего времени по каким-либо причинам не были зарегистрированы, то здесь закон говорит о том, что, законопроект говорит о том, что вы сможете в декларативном порядке заявить о том, что вы являетесь собственником этого объекта. Ну а заявить можно, как известно, через МФЦ и через портал госуслуг. О том, который тоже мы сегодня подробно о нем постараемся остановиться. Также, помимо отмены вот этого уведомительного порядка, в законопроекте есть такой момент, что все ранее учтенные, ну третью боль, которую он решает, это легализация земельных участков без оформленных границ. То есть не секрет, что сейчас очень в реестре содержится количество земельных участков, сведения о границах, которые отсутствуют и подлежат уточнению при межевании. И, соответственно, граждане, которые желают уточнить границы, они на сегодняшний день вынуждены обращаться в суды и доказывать о том, что они пользуются в таких границах, этим земельным участком, 15 и более лет. Законопроектом предполагается это бремя доказывания с гражданина снять. И, по сути, вводятся нормы, которые позволяют оформить границы земельного участка по факту фактического использования, то есть по забору. То есть вы хотите сказать то, что не нужно вызывать с кадастрового инженера предварительно? Кадастрового инженера нужно будет вызывать. Кадастровый инженер по факту нарисует границы используемого земельного участка, но доказывать их существование 15 и более лет законопроектом предполагается. Это существенное революционное изменение. Но дождемся, когда будет принято. Опять же, это законопроект, и будем ждать, когда он вступит в силу. Когда он вступит в силу. И еще очередной ряд вопросов, которые решает этот законопроект, это оформление придомовой территории. На сегодняшний день под наквартирными домами существует придомовая территория, легализовать которую достаточно долгая процедура. Это не менее года. Это нужно задействовать муниципалитет. Нужно подготовить проект межевания территории. Его подготовка требует достаточно серьезных финансовых ресурсов. По средним подсчетам это около 1 миллиона рублей. И зачастую у муниципалитетов просто физически нет таких средств на подготовку этого документа. Так вот, законопроектом предполагается отказаться от проекта межевания территории и осуществлять формирование земельных участков, поданных квартирными домами, на основании одного документа. Это схема расположения земельного участка на кадастром плане территории. Можете сказать, что любой гражданин, который хочет как-то оформить придомовую территорию на себя, он это может теперь сделать? Да, он должен быть уполномочен общим собранием собственников. Если у него есть определенные технические возможности сформировать эту схему, используя электронные сервисы Росреестр, он может сделать это сам. Либо же обратиться к кадастровому инженеру, который за установленную в регионе сумму, а это порядка 15 тысяч рублей, сможет оформить эту схему расположения земельного участка и тем самым позволит сформировать земельный участок придомовой территории и оформить права всех собственников жильцов на квартирный дом. Всех собственников. Всех собственников, да. Наверняка регламент есть уже, ну или какой-то предварительный план, что можно выполнять на этом участке. Нельзя же там, ну, грубо говоря, гараж поставить и использовать это исключительно своих нужд. Нет, конечно, придомовая территория, она используется исключительно в целях обслуживания и содержания многоквартирного дома. Ну или облагораживания этой же придомовой территории. И благоустройства этой территории, естественно. И опять же подчеркну, что здесь идет речь не о любом собственнике, а именно о полномочном, в общем, собрании. То есть это должно быть... Такая практика, она уже в ряде регионов опробована, признана положительной, успешной. И ее вот законопроект предлагает внедрить уже на территории всей Российской Федерации. То, что вы, Елена, сказали про вновь созданный объект в порядке договора долевого участия, здесь необходимо отметить положение закона, которые вступили в силу в 2020 году. И суть их сводится к тому, что с 30 июля 2020 года обратиться за регистрацией прав на созданные помещения в многоквартирных домах могут не только участники долевого строительства, а может обратиться сам застройщик. Это тоже существенная инновация, которая была введена. И она пока набирает свои обороты. И суть ее сводится к тому, что зачастую возникают ситуации, когда дом сдан в эксплуатацию, со стороны участника долевого строительства и застройщика подписан акт приема и передачи, а потенциальный обладатель квартиры, участник долевого строительства, всяческим образом уклоняется от обращения за регистрацией прав. И у застройщика появляются так называемые повисшие квартиры, которые фактически ему уже не принадлежат. Но и право собственности не оформлено. И право собственности не оформлено. И вот эти повисшие квартиры влекут определенный объем расходов со стороны застройщика. Это недополучение каких-либо средств в бюджет от отсутствия регистрации права собственности. И закон, 202-й федеральный закон, который в 2020 году вступил в силу, он этот вопрос решает таким образом, что в этом случае застройщик самостоятельно может обратиться в орган регистрации прав и при наличии акта приема и передачи, даже подписанного с одной стороны застройщиком, обратиться за регистрацией прав такого участника долевого строительства. И уже непосредственно выписка о регистрации прав будет направлена такому участнику долевого строительства. Для, так скажем, законопослушных и участников долевого строительства эта процедура исключает необходимость оформления нотариальных доверенностей в пользу застройщика, необходимость обращения во все инстанции. Напомню, что застройщик на сегодняшний день первично сам обращается за постановкой квартирного дома на кадастровый учет и постановка всех помещений в этом квартирном доме на кадастровый учет. То есть у него уже есть опыт обращения. Более того, сейчас Росреестр активно внедряет электронные сервисы взаимодействия с застройщиком, которые исключают необходимость личного обращения в многофункциональные центры. Застройщик это делает уже используя электронные сервисы. Получить онлайн, получить у застройщика. Пока есть определенные сложности, они в процессе их решения, обкатки, но уже есть определенный практический наш факт, когда застройщики обращаются. Застройщики в курсе. Застройщики в курсе. И также их используют активно. Конечно, активно используют. Я думаю, еще несколько месяцев, и это направление обретет новые обороты. И будут уже другие цифры, более значимые для какой-то статистики. Константин Сергеевич, у меня к вам предложение перейти к очень также важному вопросу. С 1 сентября вступает в силу гаражная амнистия. Мы с вами неоднократно в студии говорили о ней. Давайте мы напомним все-таки владельцам гаражей, какие документы и куда необходимо направлять для оформления гаража, и каких гаражей это касается. Да, действительно, о гаражной амнистии были посвящены наши предыдущие с вами эфиры. И здесь напомню, что сейчас уже речь идет о 79-м федеральном законе, который был принят 5 апреля текущего года, и вступает он в силу с 1 сентября, опять-таки, текущего года. Закон позволяет гражданам в течение 5 ближайших лет, то есть до сентября 26-го года, бесплатно оформить собственность государственной и муниципальной земли, на которых расположены принадлежащие им гаражи. Как правило, это гаражи без оформленных документов, и основные, скажем так, условия для использования закона о гаражной амнистии, их всего три. То есть первое, что это должен быть именно капитальный гараж на фундаменте и являться объектом недвижимости. Второе, этот гараж должен быть построен до вступления в силу градостроительного кодекса, а это декабрь 2004 года. И третье условие, что этот гараж не должен быть признан самовольной постройкой по решению суда, либо по решению органа местного самоуправления. На сегодняшний день проведена определенная работа с нашим регионом. Непосредственно с Самарской губернской думой мы, как управление Росреестра, принимали участие в разработке закона Самарской области. Были внесены изменения в закон о земле, которые устанавливают порядок реализации закона о гаражной амнистии на территории Самарской области. Следует отметить, что в этом вопросе активное участие принимали муниципалитеты, поскольку непосредственно принятие решения здесь ложится на их плечи. Активно участвовала в этом обсуждении законопроекта прокуратура, поскольку она заинтересована в соблюдении положения закона, и чтобы гражданам было все максимально понятно, куда и с какими вопросами им необходимо обращаться. Этим законопроектом были прописаны четкие мероприятия, которые органы местного самоуправления на себя берут по оказанию содействия гражданам в оформлении их прав на гаражи. И здесь следует отметить то, что федеральный закон, он не устанавливает какого-то исчерпывающего перечня. Перечень документов для регистрации прав на гараж в порядке гаражной амнистии, он открытый и позволяет регионам расширять этот перечень своими нормативными актами. На сегодняшний день воспользоваться гаражной амнистией можно при наличии любого из документов, подтверждающих законность использования гаража. Это вплоть до документов, подтверждающих оплату за свет. Напомним, конечно, что железные гаражи, которые стоят у нас в большинстве районов нашего города, они не попадают под эту амнистию. Ну и, кстати, вот компетентно ответить на этот вопрос нет. Как-то вот периодами вывозились они массово. Сейчас продолжается работа в этом направлении? Вы знаете, мы не так давно проводили прямую линию и поняли, что граждан как раз-таки больше интересуют вопросы с их металлическими гаражами. Металлическими гаражами, которые не имеют какого-либо фундамента, они временные, поставлены, как правило, без каких-либо документов, подтверждающих законность использования земли. И здесь надо отметить, что закон о гаражном вопросе решает и этот вопрос. Так, каким образом? Решает он его иным образом. Он предоставляет право муниципалитетам своим решением утвердить схему размещения подобных нестационарных металлических гаражей на своей территории. Определенное какое-то место, да? Да, то есть муниципалитет должен определить место, где у него будут располагаться металлические гаражи, а также места парковки для инвалидов, и тем самым легализовать использование этих земель под соответствующие объекты недвижимости. Сдавать, законно предполагается, их в аренду за определенную плату, а льготным категориям, инвалидам, это должно быть предоставлено бесплатно. Соответственно, к сентябрю месяца подобная работа муниципалитетам должна быть проведена, и соответствующая схема расположения этих объектов должны быть опубликованы и доведены до жителей соответствующей территории. Поэтому вот наша рекомендация тем гражданам, которые переживают за свои металлические гаражи, наверное, может быть дана такая, чтобы заявить о себе в орган местного самоуправления с целью включения их в эти схемы, потому что законом предполагается, что муниципалитет должен учитывать существующие гаражи, которые уже расположены на их территории металлические, при утверждении этих схем, и не допустить их, не забыть, так скажем, и утвердить их местоположение. Кстати, Сергеич, у нас время подходит к концу, вот так быстро пролетела наша программа, у нас остается буквально с вами минута, я хочу предоставить вам заключительное слово, чтобы вы напомнили все-таки жителям нашего города, о чем сейчас важно знать, помнить, ну и понимать, конечно, если решили оформить гараж или все-таки заняться вопросом с дачей. Здесь я пожелаю, наверное, оформить, напомнить нашим заявителям о том, что с 29 июня текущего года вступает в силу закон о выявлении правообладателя ранее учтенных объектов недвижимости. Эту работу муниципалитет будет проводить активно, и он уже начал ее проводить, и суть ее сводится к тому, чтобы восполнить в реестре сведения об отсутствующих правообладателей. Эта работа позволит избежать возникновения земельных споров со смежными землепользователями, это позволит защитить интересы при изъятии земельных участков муниципалитетом и органами местного самоправления. Работа по внесению сведений и выявлению сведений о правообладателе позволит внести в реестр актуальную информацию об их адресах и контактах, что позволит оперативно и надлежащим образом направлять им необходимые уведомления, поскольку сервисы электронные, в том числе личный кабинет правообладателя, получают свое новое развитие, и здесь актуальность этой информации крайне важна, чтобы своевременно правообладатель получал необходимую ему предусмотренную заказом уведомление и информацию о своих правах на объекты недвижимости. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город ТЭС». Ну а если вдруг вы сегодня не получили ответа на свой вопрос, то на сайте Росреестра Самарской области вся более исчерпывающая информация, верно? Сайт информативен, и навигация очень простая. Лично я это подтверждаю. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова